МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вы знаете, я принес вам сегодня... Мы начали с тема бороды. И тема борода продолжается и в кулинарии. Высушенная какая-то борода. Абсолютно. Вы посмотрите, такое ощущение, что блюдо называется Лев Толстой, такое, как бы отдельно. Что мы сегодня с вами будем готовить? Ну, будем тогда салат готовить под названием Сухая борода Льва Толстого. Сухая борода, она у него всегда будет посухая. Да, потому что была очень аккуратная еда. Это же рисовая... Это рисовая вермишелька. Рисовая вермишелька. Да, мы из нее сделаем салат. Будет из нее салат? Да. Так давайте же начинать. Да, я готова. А что для этого нужно мне? А, ничего. Вот вода скипает. Я тогда пойду в гостиную, включу телевизор. Я буду скучать тогда. Тогда, смотрите, у нас кипит вода. Да, я подготовилась. У нас ножницы, видимо, тоже для бороды. Ну да, чтобы нам ее не ломать, не уместить. А откуда такой рецепт? А я же... Ну... Да, я же занималась там с японцами некоторое время. Лет 30 я провела среди японцев. Ну да. И кое-чему у них научилась. Я могу начинать? Прошу вас. Расскажите, вот я несколько, буквально недель назад разговаривал с одним своим приятелем, который съездил прямо в Японию. И там так недели три путешествовал. И он мне сказал, что вообще вся японская еда – это миф, что все там совершенно, что все вкуснее гораздо в других странах. А в Японии, в самой, едят они из-за скупости и жадности маленькие плосочки риса с какими-то соусами. Что-то ваш приятель очень был неправ, не разобрался. Тогда рассказывайте. Японцы едят очень вкусно. Самое главное, чтобы было красиво. Блюдо меняют много-много раз. И вот мы как-то... Я жила в такой гостинице японской, называется... Забыл, как называется. И приносили, все время еду меняли, меняли, меняли. И когда мы уже устали есть, вполз шеф, который все это сделал, прям так вполз, вполз и говорит, было ли вам вкусно. Мы обрадовались. И нам еще 16 раз поменяли. Это он вполз. Потому что у нас, обратите внимание, шеф его даже не выходит. У нас чаще всего выползают посетители из ресторана. А вот как вы относитесь к тому, что вот мне, мой товарищ мне говорил, что это как-то странно, что все время перед тобой такое вот... Вот они все кланяются, они все... Да мне не странно, потому что я же 30 лет тоже сама так же делаю. Вы заметили, вы вошли, я вот так... Да, я... Вот это вот моя уже привычка. Я уже привыкла тоже к конечке. А что это означает, вот такой вот поклон? Это... А это означает, что я нисколько не выше вас, Иван-сан. Иван-сан. Да, Иван-сан. Иван-сан, у меня уже готово. Ее нельзя больше двух минут. А вы что делаете с ней? А ее хорошо будет. Там уже приготовлен друшлаг, да, в друшлаг. И прямо... И холодной водой полей. А блюдо откуда вот это, Лариса? Откуда это блюдо? Вот вы знаете, что я вам скажу? Я вот когда начала заниматься тем, чем я занимаюсь, чем... Вот из-за чего вы меня позвали там, какой-то песенным делом, я тоже думала, как же мне вверх-то забираться. И придумал так, что через кухню. И научился всякому разному. И ко мне стали приходить все композиторы, исполнители. А я им что придумаю? И говорю, а это японская, а это японская. На самом деле, делал из подручных продуктов, что в голову приходило. Слушай, получается, получается, что вы все... Это говорят, что вот это... Это такое прямо умение. Это прямо у нас в тритюр будет? А это будет темпура. Темпура? Да. Мы будем готовить темпуру? Ну, по крайней мере, я вам буду морочить голову, что мы готовим темпуру. Значит, что такое темпура, друзья? Это на самом деле в кляр. Это кляр. Но для этого нужна специальная такая для темпуры штучка, которая делает ее пушистым, такую вот этот кляр. Но так в те времена, когда я прокладывала дорогу, этого не было. Я придумала, что я стала мешать муку с пивом, и она стала пениться. Вот это мы сейчас с вами приготовим. Я с удовольствием. Пока у нас остывает. Знаете, в моей семье вообще это традиция мешать с пивом. Все. Еще, если можно, пока вы открываете пиво, у меня досочку. Досочку, нет, что-то. Пиво я... Пиво я открыл, прошу вас. И еще ножик мне, пожалуйста. Сейчас-то появилось большое количество японских продуктов у нас в магазине. Вот расскажите мне, это действительно японские продукты? И какого они качества здесь? Потому что мы тут в Японии не были, и мы не знаем. Что еще нужно вам? Ножик. Ножичек, прошу вас. Я пока буду... А поменьше нельзя мне? Поменьше, прошу вас. Я пока буду вот резать, пока вы мне помешаете, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Как хорошо с вами удобно. Я бы сама это делала в два раза, в три дольше. Значит, я вас попрошу взять мисочку. Так. И в нее поднасыпать муку, но не все, не все. Вот это? Да. Так. И на лис... Да, я командую. Так, раз. Еще, еще, еще. Два. Да, вы можете половинку высыпать. Вот. Так. Да? Может, я лучше буду мешать, а вы меня почистите пока. Я с удовольствием. Потому что мне чем командовать, лучше исполнять. Я с удовольствием, давайте. Один, не, почисти, пожалуйста, баклажан, один кабачок и один перец. Так. И еще. Это потому, что у нас будут овощи там, да? Да, еще приветки, да. Туда можно все, что угодно. Это невероятно вкусно. Но японцы, что-то все такие какие-то стройные. Какой-то, может быть, секрет тут есть в этом? Знаете, про японцев много всяких говорят легенд. Все стройные, долго живут. Я вот с одной разговаривала, говорю, вот вы долго живете, вы водоросли идите. А она говорит, это совсем не по этому. Вот ты, что 10 раз за телефон бралась? Я говорю, ну как же, позвонила одному другому, здоров ли, доехала ли. А она говорит, вот мы, японцы, никогда этого не делаем. Мы совершенно спокойные люди. Они не нервничают, да? Не нервничают. А от этого стройные, от этого долго живут, понимаете? А как это тогда получается, что... А ведь между, вы знаете, спокойствием и безразличием ведь маленький шаг всего. Да, от него от спокойствия до безразличия столько, сколько от безразличия до спокойствия. Ровно... Одинал. А это расстояние, вот оно между двумя бутылочками и пива? Да, попробую померить. Но тем не менее, чтобы к этому прийти, нужно родиться в Японии. Знаете, но... У меня готово, для тебя он будет помогать тоже. Программа уже все уже готово? Ну... А то что это, соль, перец, ничего? Не, не, ничего не надо. Так. Так, вот так вот порежем потихонечку. То есть это будут такие большие кусочки темпура, да? Ну, так краше. Ага. Можно и маленькие, тут такого нет. Хорошо, с перцем что нужно сделать? Перец тоже порезать на кружочки. Желательно, чтобы семян не было. Вот на такие, да? Да. Или семян. Сейчас мы все семена оттуда уберем и нарезаем кружочками. И это все мы сейчас будем... Друзья, закипает масло? Закипает. Сейчас уже начнем. Аккуратно. Давайте я еще одну доску просто достану. И нам будет подручнее. Да, хорошо. И удобнее. Так. Пока у нас эта лапша остывает, она уже готова. Лапша у нас уже практически остыла. Но мы из нее будем делать салат, это другое. Это не связано с этим, да? Не, мы два блюда делаем. Два блюда делаем. Кстати, если гостей пригласил, только одно блюдо бы на столе. Сказали, что она такая скупая, только одним нас покормила. Поэтому пришлось изучать несколько... А было так, что пришли люди, композитов какой-нибудь, пришел, а вы его накормили, он говорит, «Ой, Лариса, ну, все, пишу песню». И написал песню. Ну, только так и было. Судяно? Конечно. Не от того, что меня как-то хорошо написала или не очень хорошо. Вкусно накормила, пожалуйста. Вкусно накормила. Это все-таки через желудок. Все, здесь тоже достаточно. Это нам не понадобится. Теперь нам еще вот цвета красного-то нет, а нам нужен красный цвет. А как красный цвет мы там увидим, если все будет в тляре? Нет, увидите, он будет просвечивать. Давайте вот так аккуратненько, тоненько порежем. Не тоненько, а на такие пласты. Вот так. Пластиночки такие, да? Да. Ну, можно, могли бы, несколько морковок, но вот одну. Потому что, если бы долго очень делать, вы не сможете держаться, вам захочется уже попробовать. Я уже ем. А я все режу. А я уже ем. Ну, это прям, не скажем, сырая темпура. Вы едите. Я ем такую темпуру, как бы, зачаточную в таком состоянии. А можно взять морковку, вот пиво накатить, а потом мукой себе засыпать. Вот, в принципе, тоже японское блюдо. Ну, как бы такое, сейчас, секунду. Потом кланяться, начать. Кланяться, можно начать. Нет, потом требовать, чтобы все тебе кланялись. Ну, какой? Это уже не по-японски. Это не по-японски, да? Нет, нет. Пивоцкая, это ябборо знаменитая. Плюлучок, да? Ну, да, вот мы немножко. Помещор? Еще последняя петрушка. И креветки, если я не могу. А-а-а! Только именно петрушка. Петрушка! Да. Все, у нас все готово, для того, чтобы уже начать. А петрушку вот эту мы, наверное, отрезаем? Нет. Нет. Вот нет. Почему-то японцы, честно, не отрезают. Ну, мы немножко отрезаем. Может быть, в этом секрет весь Японии? Не исключено. Вот в этих ножках петрушки. Ну, немножко. Мы поделимся пополам. Есть еще немножечко. А это в кинзу мне, Ваня, отсунули. Кинзу вы мне подсунули. Да? Что же это вы хотели? Ничего себе. Вот именно. А я на ножки посмотрел, думаю, кинза. Вот, вон она, Петрушка. Вот это, Петрушка, да. Хорошо, что я вовремя. Ну-ка. Вот японская школа-то. А вот эта Петрушка? Японская, да. Вот эта Петрушка. Спасибо. Прошу вас. Теперь я Сашу позвоню, немножко посолю. Я бы настаивал, чтобы вы это сделали. Давайте. Посмотрите, пожалуйста. Это крупная соль. Я, пожалуйста. Она будет похрустывать. Можно мелкой? Я, пожалуйста, посолю. Как вы мне сказали, посолю-ка я вот это первый раз. Обычно я овощи солю. Посолю, это будет то же самое. Да? Она будет похрустывать. Будет похрустывать. Не до конца раз. Более того, будет похоже на настоящую муку-темпура, потому что в ней уже будут... А вот смотрите, у меня и креветочки тут есть. Оп! Все. Да? Все. И вот я их тоже вот так вот. Я смотрю, вы все сделали, как прямо в Японии. Все аккуратно. Нет, капается одна капелька. И если она сейчас поднимется, видите, все, мы готовы. Дело сделаем. Дело у тебя все. Так, подождите. А надо ли мне приготовить большое блюдо, на которое мы положим бумагу, чтобы стекало, не нужное масло убираться? Ну, можно я как-то не делаю. Выбез этого. Ну, просто тогда блюдо, куда мы будем класть все это. Можно. Да? Сейчас вот это. Это мы сейчас делаем. А я пока начну. Так. С вашего позволения. Так. Что я сделаю, сделаю? Не беспокойтесь, что у меня уже отработано. Раз. Теперь вот в чем еще секрет, чтобы друг друга они не трогали там, не соприкасались и не подплывали друг к другу. Примая. Все должно быть по отдельности. Так, а температуру не надо меньше делать огонь? Ну, лучше не делать меньше. Да? А посмотрите, как он начал плескать. Ну что, а продукты, они такие, ну, пахнет. А можно ли я поставлю? Да, достаточно. Так. Сейчас креветки уже будут готовы. А потом это все довольно быстро. Готовится на 90. Ну да, если все в порядке с руками, то... Так что по поводу японских продуктов, которые здесь в большом количестве появились? Отдаленно. А вы были в Японии? В Японии нет. Вот когда поедете, вы поймете. Вот как вот перед тем, как поехать, пойдите в наш японский ресторан, чтобы было с чем сравнивать. Ну, я и уху достаточно часто бываю. Нет, а вы же сейчас не едете завтра в Японию. А вот вы сегодня сходите, а завтра в Японию. И поймете, что вы разные едите. Все, я понял. Все, я понял, в чем дело. Так, хорошо. А посмотрите же, красота. Все, и вы хотите сказать, что уже вот прям уже... А как понять, что готово? А зарумянилось и готово. Угу. Оно не должно быть такое распаренное, переваренное. Вот так и все. Угу. А у нас красная... А здесь красная морковка. Морковочку. Можно сюда и картошку одну тоненько порезать. Ой, как, Вань, с вами хорошо-то. А вот консистенция должна быть вот такого, да, публика? Да, как будто бы на оладушки. Так, на оладушки. Так, Лариса, на секунду вас оставлю. У нас, друзья, короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся и попробуем тампур. Друзья, мы продолжаем кулинарное утро на Первом канале. И по традиции тема нашей сегодняшней программы – анафеба. Но прежде мы поговорим с нашей гостьей Ларисой Рубальской. Ларисы, что здесь происходит? Здесь я жарю, как вам обещала, темпуру японскую. Все, все продолжается. Вот криветки уже готовы, да. А есть нужно сразу же после того, как черным перчиком посыпать? Нет, не подходит. Не подходит, да. Ну, соевый соус можно, а можно... Соевый соус, вот, кстати, соевый соус. Скажите мне, а, может быть, каким-то образом я тоже бы поучаствовал в процессе, может быть, не, например, переложить лапшу? Переложить лапшу уже в ту емкость, в которую мы будем ее... Да. Предъявлять. Что вы скажете по поводу вот такой вот? Красиво. Да уж, это одна из самых красивых емкостей, которые у нас есть. Так, я посмотрите, переложил. Салат не до конца еще готов. Хороша бы я была, если бы это был готовый салат. Ну, знаете, а есть очень много... Вот в некоторых бедных японских семьях это уже не только салат, но и... Бедных японских семей нет. Как это? Потому что если в семье есть рис с чашечкой, то они уже все в порядке. Они как-то себя не позиционируют, как бедные. Просто такие японцы. У кого-то больше, у кого-то меньше. У кого-то денег больше, у кого-то нет. Да. А бедных нет? Ну, знаете, все хорошо у них. Одни вот родились в семье рисовода. Он и знает, что он будет рисоводом. А если же он прорвет куда повыше, то хорошо. А если не прорвет, то он так и знал. Это очень хорошая система. То есть переживать не будет? Нет, даже и думать не будет. Потом у них вот нет такого чувства зависти. О, вот этот богатый. А он и родился. Как у нас, например, на нашей эстраде, понимаете? Да, я не знаю. Когда вот, знаете, можно вот сидеть в Сочи, раз, а потом приехать, написать песню и стать Стасом Михайловым, понимаете? Самым популярным певцом в нашей эстраде. Захотелось бы, завидно, завидно, конечно. Понимаете? А можно всю жизнь петь в группе Челси. Вот так. Понимаете, разные судьбы. Да. А посмотрите, у вас все равно немножко соприкасается. У меня, видите, все время друг от друга разлучает друг с другом. Разлучает, потому что они, конечно, друг с другом начинают дружить. Да, не очень. Вот у нас креветочки. Так. Теперь мы морковку уже одну есть, две есть. Давайте лук, лук, сейчас ко мне сюда. Прошу вас, вот вам лук. Вот так. Так, теперь лук, давайте я возьму еще, баклажанчик у вас есть, я возьму вот сухини еще сюда вам поставлю. Да, и один баклажанчик, потому что, наверное, уже дохватит у нас, честно, не так. Да хватит нам уже. Давайте вот еще, может быть, луковичку. Все. Вот, друзья, посмотрите, так, подождите, и подавать это нужно соевым соусом. Да. А соевый соус у нас есть. Это хорошо. Так, расскажите, так может быть я для салата что-нибудь продолжу делать? Да, если у вас есть ветчина, то хорошо бы ее тонко-тонко порезать. Да вы что, ну, как это у нас не может быть свиной ветчины? Ветчины так порежьте, как будто это вермишель такая, свиная. Вы сейчас как бы начинаете говорить про мои тайные желания. Нет, я просто изъясняюсь поэтическими образами. Я даже не предполагал, что есть тот человек, который разделяет мое предстрастие. Ну, видите, Вань, нам сейчас надо подольше подружить, тогда нам много общего кажется. То есть, значит, свиной вы хотите, но не такой же, так я и не нарежу. Ну, как получится, это уже как по талантам. А длина свиной ветчины? Как сложится. Свиной ветчины. Ветчинные вермишели. Как сложится. Так. Значит, я нарезаю это как? Как вермишель. Как вермишель. Ну, так тоненько и на полосочке. Да? Ну, сейчас я вам устую. Сейчас вы еще меня попросите, чтобы я обратно ее склеил. Я в вас верю, Ванечка. Я, если честно... Слушайте, ну вот вы готовите, вы сами путешествовали. Ну, а кто из ваших знакомых, из наших общих знакомых, из всеми любимых нами знакомых на вас производит впечатление не только в творческом направлении, но и в кулинарном аспекте? Кто? У кого? Я проверю просто, ветчина свежая ли. Ну, еще чуть-чуть и хватит. Как захватить? Да, немножко надо, все понемножку. Из знакомых. Я, знаете, в то время, когда вот я начинала, тогда, конечно, была Ирина Аллегрова совершенно несравнимая кулинарка и кондитер замечательный. И даже есть у меня некоторые секреты, которые я, конечно, сейчас вам не раскрою, подтверждающие, что она замечательная такая. Даже еще один секрет раскрою. У нас был праздник, семейное торжество, 50 лет было моему мужу. Это было давно-давно, 25 лет назад. И Ира пришла вот так с двумя противнями и набыли пирожных двух видов. 50 таких, 50 таких. Она сама их изготовила. Да, молодец. И все перестали есть все, что было на ресторанном столе. А это она прямо в ресторан пришла? Да, в ресторан. Ну, мы были такие дружили тогда так. Сильно. Да. Если было бы можно, я бы тоже ходила со своей. Я люблю только то, что я готовлю по-настоящему. А в ресторан не ходите? Хожу, ну, хожу, но через силу. Через силу, с мемористой, с отращением. Я люблю простую еду, ну так. А как простую еду? Ну, знаете, это никакая простая еда. Так это я для гостей же. А, а сами вы что, японского учили? А, я. А что вы, картошечку вареную с селедочкой? Нет, я люблю там кашу всякую. Знаете, я люблю белую еду. Вот видите. Белую? Да, я люблю картофельное пюре, макароны. Видно же, что я люблю. По мне. Да, я бы не сказал. Да? А все говорят. Ну, знаете, а вы их, это враги? Да нет, не враги. Правильно, это враги. И солью им в глаза надо. Можно уже это мне забрать? Прошу вас. И это тоже уже мы на следующий раз оставим, потому что у нас достаточно. Конечно, абсолютно верно. Вот это не пропадет. Нет. Ну, что вы. Посмотрите, пожалуйста, Владимир. Вот я порезал ничью. Да, туда ее. Туда? Да. Сюда. Теперь режем петрушку, но даже хвостики кладем туда. Причем не очень мелко, а вот так примерно. Так, по крайней мере, делает моя подруга-японка. Почему-то, значит, надо резать с ножками. Вот так, да? Да. И укроп туда. И сейчас я вот это освобожу. Так, порезали. Достаточно крупно. Хорошо. Укроп. А в Японии есть петрушка и укроп? Укропа нет. Петрушка есть. Укроп как-то вообще вот, да, не распространен? И кинзу туда обязательно. Кинзу обязательно. Ну, мы же морочим голову. Да? Да, в Японии есть кинза, петрушка. Кинза, петрушка. А почему некоторые говорят кинза? Как правильно? Может, я неправильно говорю? Ну, знаете, ну, я даже не знаю. А укроп? Ножки укропа и ножки кинзы? Да, все туда. Все туда? Да. Не жалеть? Не жалеть. Вы знаете, я не знаю, некоторые говорят ведь по-разному. Ну... Как вы относитесь к нам? Вот вы, человек, который работает со словом, русским словом, вот когда вдруг взяли и сделали по два ударения в некоторых словах? Когда можно и так, и так говорить? Ну, я-то, конечно, в принципе, я по характеру не очень возмущающийся человек, но с русским языком руки прочь от великого могучего. Я очень не люблю, когда что-то не так говорят. Я тоже. Правильно. Ну, правильно, свекла или свекла? Я свекла говорю. Вот и я говорю свекла. Ну, видите, как у нас... Все, мы в одной лодке. Так, посмотри, что я сделаю. Замечательно. Теперь нам нужно туда пожарить два яйца. Пожарить? Ой, это две секунды. Прямо вы имеете в виду яичницу такую сделать? Только сначала ее разболтать. Разболтать такой омлетик такой сделать? Да. Без всего, без молока. Какой? Я вообще никогда в жизни молоко в омлеты не добавил. Как вы правы в этом, Ваня. Так, то есть вы предлагаете мне вот такое сделать? И еще есть немножко соли и чуть-чуть сахара. Чуть-чуть. Сахара. А для чего вот сахар, интересно? А чтобы он был немножко липкий, омлет, мы его будем резать тоже. Вот как вы ветчину красиво порезали, так же порежем омлет. Чуть-чуть соли, да? Таким. А вот вы мне предлагаете... Чуть-чуть сахара, да. Никогда. Вот я так... Я только в детстве, когда в шесть лет готовил омлет, но я туда еще добавил дуванчик. Фотографию девушки. А это уже у нас греется сковородка? Это еще нет пока. А вы же мне сказали, что мы погреем вот там. Да, ну будем считать, что это зарумянилось, ладно? Ну, конечно. Я всегда так тоже готовлю. Нет, на самом деле готово. Просто хотелось, чтобы это было более красным. Я вообще вам хочу сказать, что первые несколько лет шмак выходил без... вообще без плиты. А первые три выпуска без продуктов. Это все было на просто силе убеждения. Ну, если было нужно, сейчас бы мы справились в таких условиях, конечно. Первое блюдо Андрея Макаревича. Соль сырая. Ну, такая, крупинками, да, как я сказал? Он ел соль и пел. К счастью, просто на первых программах не было операторов и камер. Поэтому он стоял в темноте в депо. Это очень хорошо, если можно так как отвлекать от любого дела. Вот просто разговором каким-то... Я для этого сюда и поставлю. Так, это уже все знают. Так, спасибо. Теперь мы главное положим вот... Ох, как бы дотянуться. Вот до кунжутного масла, кунжута и... Куда? Меня сюда. Сюда, пожалуйста, прошу вас. Потому что я же не... Это, это кунжут. И вот это тоже. Масло, соус кунжутный. И кунжут. Так, и... Это все сейчас продается в магазине. Да, да, да. И куда? Это прямо вот я вам сюда поставил. Да, это можно я буду сама? Я настаиваю, чтобы это сделали вы, потому что я даже не знаю, что вы хотите с этим сделать. Я в салат сейчас все. Ах, это все в салатик. Все готово, Вань. Давайте. Прекрасно. Я вас не обрызгала. Нет, нет, ну что вы? Так аккуратненько разложила. Разве обрызгались? Должно было быть немножко пожарче это все. Ну, вот, по-моему, симпатично. Все, 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 все. По-моему, симпатично. Друзья, ваше было внимание представлено темпула. А смотрите, сколько пива-то еще осталось. Я пока зажариваю яйцо, хочу еще, знаете, что сказать? Что если просто взять мелкие креветки и лук сырой, и вот в этом вот кляре, так, и ложкой, как оладьи, тоже очень вкусно. Тоже такая своеобразная темпура. А, мелкие креветочки, лук, и прямо так? Да, 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 и как оладушки лить. А, и получишь такие, как бы, оладушки с креветочками. Вы знаете, я на секундочку вас покину. Я просто сейчас объявлю рекламу. Ведь реклама, благодаря рекламе, все существует на телевидении. Без рекламы и войну и мир не написать. Друзья, смарт на первом канале. Мы возвращаемся с рекламной паузы, и у нас уже... Мы режем сейчас омлет, который... И также пытаемся его сделать такими же тоненькими паузами. Ну да, хотя бы... Но если вдруг окажется что-то невкусное, то, значит, вы положили мало соли, мало сахара. А, так всегда было. Я не отвечаю. Так всегда было. И еще нам останется порезать перец, и все это вот налить. А перец, как вы? Красный, красный. Красный перец? Да, вот я приготовила его. Просто японцы же не могут, чтобы у них не было всех цветов. А как у них вообще с овощами и фруктами? У них хорошо. Сельское хозяйство, вообще как у них с этим? У них как? Они гордятся, у них хорошо с селекцией. Потому что если будет что-то невкусное, никто не будет покупать. Такая конкуренция большая. Так я вам цитирую японский рассказ. А я, как же, тоненькими полосочками? Да, вот так же, как я режу, как вот мы резали ветчину. Тоненькими полосочками мы нарезаем японский, а это японские, друзья, сегодня, японские, купленные на рынке Подмосковья, японский болгарский перец. А у них есть болгарский перец? Вот как вы говорите, есть японский болгарский. Слушайте, а почему вот, кстати, вот вы не задумываете, ведь этот перец его болгарским называют только в одной стране, в нашей. Потому что Киркоров любит. Вы знаете, вот если бы он любил перец, может быть, было бы еще полбеды. Но он не останавливается на этом. Так. Да, и еще, еще можно. А можете пока мне ложечку передать, такую мешалку? А, вот такую вот. Вот хорошо. Прошу вас. Я буду потихонечку уже ссыпать то, что нужно, и наливать то, что нужно. Видите, слушайте, а я вот тут был в отпуске, я так и не понял, вот у Филиппа родился сын еще? Я тоже была в отпуске, и не поняла. Да, я боюсь, что и сам Филипп был в отпуске, а вот как-то сын появился. Это делительное дело. Вот видите, делительное дело. Так, так. Знаете, Ванечка, если бы я не была здесь, при вас, при всех, кто смотрит, я бы это все помешала рукой. Потому что, когда помешаешь рукой, совсем другой вкус. Согласен. Немножко, но это смотря, что ты делал до того, что помешать рукой. Ну. Если, например, перебирал карбюратор ВАЗ-2104, то, конечно, позвольте я еще добавлю. Да, 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 да. Спасибо. Так, и что мы... Все, мешаем. Кунжутное масло. Кунжутное масло, кунжутный соус, это все сейчас продается. Смотрите, масла так достаточно много должно быть, да? Ну, он же должен быть такой вкусный. Угу. Вот так. Как же мне быть-то, а? Что такое? Вы смотрите, я не могу рукой помешать. Давайте сделаем так. Я отвернусь, вы мешаете рукой. У меня. Ваши руки. Потому что японка, которая меня учила, она тоже рукой мешает. А эту лапшу я могу, вам сказать, ничем другим не перемешать. Конечно. А вы смотрите опять. Я сейчас, я смотрю, как бы, но я отключил зрение. Глаза открыты, но я ничего не вижу. Я так часто делаю. Это хорошая наука. Я тоже так буду делать. Так. Ну, обычно бывает очень вкусный. А я уже и так вижу. Вы знаете, я могу определить по внешнему виду блюда, насколько оно вкусно, насколько... А я ушами могу определить. Когда вот говорят, вот это с этим, с этим я сразу думаю невкусно. Правда? И понимаю, да. Ну, вот это потому что... Опять же, потому... А вот вы можете определить, например, правду говорит человек или нет, если вот так вот прям на слух, не глядя на него? Могу, но сделаю вид, что я ничего не понимаю. Молодец. Да. Так вот так и нужно. Да. Так, жалко, нет у нас, знаете чего, палочек. Японских. А японцы едят палочками? Да. Ну, слава богу, хоть это совпадает. До пяти лет у них палочки соединены, только самые кончики раздвоенные. Это как такие щипчики, да? Да, потом чем спрашивать, тем больше дальше. Вот так вот, да? Это чтобы темпу макать. Я хочу вам предложить, что сделать. Так, давайте, значит, друзья, рецепт. Мы берем муку, разводим ее пивом и немножко посолим. И в этой муке, в этом кляре мы овощи, петрушку, баклажан, перец, морковку, креветку, такой редкий овощ, и лук. Морковку. Да, все это мы в разогретое масло опускаем и до золотистой корочки обжариваем, и получается у нас прекрасная темпура. Потом соевый соус макаем и едим. А салат мы варим, ну как варим, напускаем на две минуты. Да. Рисовую лапшу в кипяток, после чего ее сливаем, пробуем холодной водой и смешиваем ее с кинзой, петрушкой, укропом, порезанным тонко красным перцем, омлетиком, ветчиной, кунжутными семечками, кунжутным соусом и кунжутным маслом. А также можно добавить еще немножко соевого соуса, если не хватает соли. И все это съедаем с бешеной скоростью. Вот, прекрасно. Вот что получилось. Так. Ну как-то у нас теперь надо, чтобы сверху была, это красота. Красота. Суть выглядит очень изысканно. Вот. Ну вот, все. Давайте еще одну. Как-то мы же вдвоем. Давайте я буду колюбоваться. Да, господи. Да ну что вы. Я буду колюбоваться. Подождите, давайте так. Нет, я бы хотел начать вот с этого. Правильно. Да? Да. Правильно я все делаю? Я бы тоже так поступила. Ну что, правда же. Вот знаете, у нас нет одного слова очень важного. Вот японцы, когда начинают... Как вкусно прямо. Вот как в Японии. Я не был никогда. Японцы, когда начинают есть, все говорят, и тадакимас. А у нас такого слова нет. Мы просто начинаем есть, и все. И тадакимас это что означает? Начинаем есть. И все начинают дружным хором. Зато у них нет приятного аппетита. Нету, да? Эту фразу. Так, ну и, наконец-то... Ммм. Ммм. Муслообразный вкус. Друзья, прямо сейчас мне бы хотелось вас отблагодарить. Набор «Смак». Ох, как здорово. Да, продуктовый набор. Вот так, вы знаете, у нас протнаборы вернулись на Первый канал вот таким вот образом. Вот здесь все для того, чтобы... Вот все, что нужно для этого набора, это какая-нибудь музыкальная композиция, в которой какой-нибудь интеллигентный человек поет песню, написанную на вашей стихе. Ну, я сейчас это возьму, пойдем домой и приступлю к составлению этой композиции. Вот, вот композиции. Подождите, тут, потому что все жара по-разному пишут стихи. Кому-то нужны каперсы, кому-то... У меня есть. Подцепили изящного каперсу, дайте скажу. Подцепили изящного каперсу леденящим копьем серебра. Ну, слушайте, друзья, давайте... Спасибо вам огромное. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Приходите к вам за это еще. На секунду с вами. Сейчас достанусь, чтобы мы продолжили обсуждать продукты в корзине. Друзья, это был «Смак». Увидимся с вами совсем скоро. Помните, лучше съесть, чем выпить. Катя, ну вот.